Здравствуйте дорогие друзья, гости и ну и конечно же подписчики моего канала, с вами Сергей Нолик. И сегодня мы рассмотрим еще один интересный феномен, как из горной породы вылупляются на свет каменные сферы яйца. Да-да, именно вылупляются, потому что иначе сей феномен не назовешь. Ведь реальность многомерная, взгляды на нее многогранные, а здесь показана лишь одна или несколько граней, каждая из которых должна рассматриваться как частный случай. Частный случай подразумевает также и частное мнение, которое не обязано совпадать с другими мнениями, ожиданиями и прописными истинами. Ибо истина безгранична, а реальность постоянно меняется, берем свое и оставляем чужое по принципу внутреннего резонанса, а далее смотрим и опять же доверяем своим глазам, а не книжным догмам. Тайвань. Это природное образование, конкреции. Никто их вручную не вытесывал. Есть сомнения, что это вылупилось? Играет музыка. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Проросшая пыльца на рыльце пестика Герани. Процесс образования пыльцевой трубки Штат Орегон Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А это яйца насекомых Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Во многих случаях это не просто каменные мечи или яйцекладка, а накопители энергии, потерявшие свой изначальный облик и настройки, выращивались древними цивилизациями для обогрева, освещения, концентрации расходной энергии, полезных ископаемых и многих других нужд. Как мы выращиваем домашних питомцев или фрукты-овощи, а взаимодействие происходило по обоюдному согласию и в рамках общего развития. Древние фермеры горных пород договаривались с камнем, как мы сегодня договариваемся с огурцами и томатами, если конечно договоримся. Разница лишь в том, что в былые времена взаимодействие было намного менее утилитарным, то есть менее паразитическим со стороны человека. Наша планета живая во всех смыслах и множестве проявлений. Смотрим дальше. Кристаллы и сферолиты. Магнетит. Иркутская область. А также обратно. Яйца насекомых. Далее. Сферолиты. Клинохлора. Окрестности. Кисловодска. Россия. А на этом, дорогие друзья, я этот короткий ролик буду заканчивать. Как я уже ранее говорил, реальность многомерная, а взгляды на нее многогранные. И я лишь показал одну из нескольких граней, каждая из которых должна рассматриваться как частный случай. Частный случай подразумевает также и частное мнение, которое не обязано совпадать с другими мнениями, ожиданиями и прописными истинами. Ибо истина безгранична, а реальность постоянно меняется. Берем свое и оставляем чужое по принципу внутреннего резонанса. А на этом, дорогие друзья, все. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok